МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. В Нинецком округе проходит празднование Дня Оленя. Накануне гостей принимал СПК Индига. За событиями наблюдала и наша съёмочная группа. Новый льготный режим. Обновлённая редакция налогового кодекса предусматривает отмену единого налога на вменённый доход с 1 января 2021 года. Северный завоз выполняется без отклонения от графика. Доставка в поселение годовых запасов топлива должна завершиться до 30 сентября. Неиспользованную в этом году льготную дорогу жители региона смогут перенести на 2021 год. Соответствующий документ вступил в силу. Сегодня, 5 августа, во всём мире отмечают необычный праздник – Международный день светофора. Это ещё один повод напомнить жителям городов о соблюдении дорожной безопасности. В Ненецком округе за минувшие сутки зарегистрирован ещё один случай заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у жителя Нарьинмара. Он получает амбулаторное лечение. По информации на утро 5 августа, с начала пандемии в Ненецком округе зарегистрировано 284 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время на лечении находятся 50 пациентов. Шестеро из них получают амбулаторное лечение в отделении Ненецкой окружной больницы. Ещё 40 человек на месторождениях. Стационарное лечение получают 4 человека – трое вактовиков и один житель посёлка Искателей. На самоизоляции в Нарьинмаре и посёлке Искателей в настоящее время находятся 542 человека. За последние сутки снято с контроля 16 человек. В бюджет Ненецкого округа с начала года поступило 11 миллиардов 100 миллионов рублей, при годовом плане в 20 миллиардов. Данные цифры на еженедельной планёрке озвучил исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов. Основные доходы в казну поступили за счёт налога на имущество, доходов в виде доли прибыльной продукции от Харягинского СРП, безвозмездных поступлений и налога на прибыль организаций. Расходы бюджета исполнены на 51% и с начала года составили более 12 миллиардов. При годовом плане – почти в 24 миллиарда рублей. Основные расходы – это субсидии бюджетным учреждениям, они составили 4,5 миллиарда. Это 63% от годового объёма. Из них на образование – 3,3 миллиарда и здравоохранение – миллиард рублей. Также основной такой расход на часть социальной выплаты населению – миллиард 600, это 55% от годового объёма, то есть в плановом режиме всё. И субсидии юридическим лицам – тоже миллиард 620, 69% от годового объёма. Государственный долг по состоянию на 3 августа составил 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Также в ходе оперативного совещания Юрий Бездудный поручил проводить личный приём граждан в онлайн-формате. Все заместители, начиная со следующей недели, ведут личный приём в онлайн. Об этом нужно донести до всех жителей. Кроме этого, со своих страниц в социальных сетях я обязательно проинформирую жителей, что все заместители и руководители профильных департаментов теперь тоже есть в социальных сетях. И у них есть возможность напрямую с вами коммуницировать. Полагаю, что в ежедневном режиме вы будете отвечать жителям на их запросы. В связи с данным поручением глава региона напомнил своим заместителям, а также руководителям профильных департаментов, о необходимости регистрации в социальных сетях. Большинство из руководителей уже зарегистрированы. Да, там нужно довести до ума аккаунты, потому что не у всех видно должность и не видно, какие направления вы курируете. Но сегодня нам очень важно поддерживать связь с жителями. То, что мы не даём ответа, это означает, что дальше они будут жаловаться всё выше и выше, не получая ответа от нас. Поэтому я даю ещё неделю всем руководителям на то, чтобы довести до ума свои аккаунты. Причём не только ВКонтакте, но и в Инстаграме. Аппарату администрации Нинецкого округа поручено актуализировать график личного приёма заместителей губернатора и начать принимать граждан уже со следующей недели. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. С наступлением последнего летнего месяца в оленеводческих хозяйствах Нинецкого округа начались празднования Дня оленя. Это особенный праздник для всех причастных к традиционному виду деятельности. Побывала на одном из мероприятий в СПК Индига и наша съёмочная группа. Все подробности далее. Это Тиманская тундра. Место силы, где живут смелые люди, преданные своим корням и делу, которым они занимаются. Быт их непрост. И вся жизнь посвящена рогатым красавцам. Точнее олень и есть их жизнь. И каждый год с начала августа они празднуют свой день, потому что заслужили. Среди тундровых просторов разносятся песни и звон упряжек. Две лучшие оленеводческие бригады СПК Индига собрались, чтобы встретить гостей и отпраздновать главный день в году – свой профессиональный праздник. Дорогие оленеводы, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днём Оленя. Ведь это самый главный праздник в нашем округе. И это праздник не только тех, кто живёт на оленной земле, детей тундры. Это праздник всех его жителей. Вот если посмотреть на гербы поселений Ненинского округа, практически на каждом гербе есть северный красавец – олень. Кроме выступления гостей и концертных номеров, в обязательной программе – гонки на упряжках и метания тензея. Вековые традиции оленеводы чтут. Признаются украдкой, что раньше праздник проходил веселее. Съезжалось больше народа, больше молодёжи было. Но и сейчас взбудоражит дух соперничества работники 1-й и 5-й бригад Рады. Отдых и развлечение для оленеводов – событие нечастое. Эти люди работают без выходных, в любое время года, в жару или метель. Но, несмотря на отдалённость, их труд не остаётся незамеченным. Так, два опытных оленевода Алексей Литков и Олег Терентьев получили удостоверение и почётные награды – заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Удостойны почётных грамот и другие оленеводы, в том числе самые молодые. Их в кооперативе немало. В основном холостые ребята. Это наша проблема. Девчонки не хотят ехать? Девчонок нету, которые могли бы жить и работать в тундре. Все находятся где-то далеко. Нам надо их искать, для того, чтобы могли ребята жить в тундре и работать. Чтобы это было, ещё раз повторюсь, чтобы не работа была, а образ жизни, чтобы они жили здесь семьями. Тогда оленеводство, оно будет подниматься. Роману Панькову 23 года. Он успел пожить в городе, но каждый раз его тянуло обратно в каменную тундру. Потомственный оленевод мудр не по годам. Говорит, что тундра – это как хорошая привычка, от которой невозможно избавиться. И всё бы ничего, но уже пора заводить семью. А девушкам в наше время милее комфорт, несвойственный кочевой жизни. Как бы мы же сейчас у нас смены, да, выпас или нет. Ну, конечно, месяц отработал, уже всё, хочется уже домой, да. Как бы, ну, семью свою повидать, маму, племянников, да. Ну, как бы всё равно скучаешь. Ну, когда семья вот здесь с собой, это, конечно, легче будет. Как бы и в деревне уже, как бы, ну, уже смысла уже будет, не будет. Ну, только за продуктами. А так, когда семья-то здесь, что, в стадии я дежурил, ты знаешь, у тебя семья тут, приехал, всё. В чём? Отдохнул с семьёй, всё. Ну, как бы, конечно, ну, как бы семью на нас. Олег Терентьев вырос в тундре. Некоторое время жил в Архангельске, но ночами ему снилось море, и зов сердца привёл его обратно домой. Вот уже 20 лет он трудится бригадиром. Считает, что жить в тундре может только тот, кто здесь родился, а деревенским и городским не осилить этого образа жизни. Главное, что работа есть. Да и так, олень. Ну, как-то вот в деревне вот и не воспринимаешь его так особо. А в тундре ты всё равно за ними следишь. Вместе живём. Сейчас в СПК Индика около 7 тысяч голов оленей. Работают четыре бригады. Хозяйство развивается, но чтобы достичь желаемых результатов, нужна смена. Молодые люди, всей душой желающие продолжать великое дело своих предков. В оленеводстве, наверное, тяжело. Вот для такого стороннего человека, кто придёт работать, это будет тяжело. Мы как-то, мы с детства, мы привычные, как бы. Вот к таким погодным условиям мы привычные. От такой погодой осенью сейчас ещё грибы, олени бегают, как бы, да. Ну, тяжеловато, конечно, бывает, да, когда там весь сырой, там, да, ну, это понятно, конечно. Ничего, потом обогрелся, и всё, опять в бой. Добавлю, мероприятие культурной и спортивной программы «День оленя», организованной администрацией Нининского округа в рамках форума «Эко Арктика-2020» при спонсорской поддержке общества с ограниченной ответственностью «РН Шельф Арктика» дочернего общества компании «Роснефть». Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Новый льготный режим. Обновлённая редакция Налогового кодекса предусматривает отмену единого налога на вменённый доход с 1 января 2021 года. О новой льготных режимах, а также сроках перехода в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Упрощённая система налогообложения – самый распространённый из специальных налоговых режимов, перейти на который смогут индивидуальные предприниматели и организации в добровольном порядке с 1 января 2021 года. Федеральной налоговой службой на сегодняшний день разработан специальный информационный ресурс, называется «Выбор подходящего режима налогообложения». И в зависимости от категории от налогоплательщика, это индивидуальный предприниматель или организация, каждый налогоплательщик может определить для себя и выбрать новый режим налогообложения. Главные критерии и принципы выбора – это объём выручки от своей деятельности и количество налогоплательщиков. Также можно указать размер дохода и количество наёмных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящий налоговый режим – упрощённую систему налогообложения «Доход», «Доход-минус-расход» или «Патентную систему». Заявление о переходе необходимо подать не позднее 30 декабря 2020 года. Стоит обратить внимание налогоплательщиков. Если налогоплательщик не выберет самостоятельно новый для себя режим налогообложения, то он рискует перейти автоматически на общую систему налогообложения. Этот риск связан с тем, что общая система налогообложения предполагает исчисление всех видов налогов – федеральных, региональных и местных, установленных нашим налоговым кодексом. В том числе введение бухгалтерской отчётности, налоговой отчётности в отношении налога на добавленную стоимость. Добавлю, выбрать альтернативный режим налогообложения можно на официальном сайте налоговой службы через личный кабинет. Если не подходит ни один из специальных налоговых режимов, то автоматически будет выбрана общая система налогообложения. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Северный завоз, который должен завершиться в Ненинском округе до 30 сентября, выполнен на 86%. Главные грузы, топливо и нефтепродукты доставляют по водным артериям 18 сельских муниципальных образований. Работа по доставке в поселения годовых запасов топлива выполняется без отклонения от графиков. Весь объём энергоресурсов был закуплен ещё весной и доставлен на склады Архангельской печёры для последующей доставки в сёла округа. В этом году «Северный завоз» осуществляет Ненинская нефтяная компания. Если в прежние годы было по пять перевозчиков-поставщиков, то сейчас один. Для нас это большой плюс, потому что это удобно, когда один перевозчик завозит на одной барже полностью весь объём. Завезено практически уже на 86%. В разрезе топлива, уголь завезён, там, река уже 100%, море 60%. Стало завезти восток и немножко запад, это Индии, Голучейский. В этом году, как и в прошлом, был завоз брикетов. Брикеты у нас закупают, это шой на Икеа, в том году 53 тонны было, в этом году 60 тонн. Компания в Ненинском округе стартовала 28 мая, завершится к 30 сентября. Но, по словам главы администрации Заполярного района, работают с опережением. Планируют закончить до конца августа. На сегодняшний день завоз каменного угля в населённые пункты региона выполнен на 83%, дров на 81%, дизельного топлива на 99%, бензина на 86%. Поставщики, как правило, завозят дров больше, чем указано в заявке. Это помогает в ситуациях, когда часть объёма оказывается некачественной. Например, в Тельвиску в этом году завезено 150 кубов вместо положенных 130. Три куба были забракованы. В Омеже немножко там другая ситуация, похуже. Должны были завести 905 кубов, завезли 967, 150 кубов брака. 817, вот у нас чистый объём дров. По контракту 10% у нас, в принципе, по ГОСТу – это допустимый процент брака, который может быть дрова. Но договора с населением такого нет, у нас население будет выпускаться качественные дрова. Формируется объём северного завоза в конце каждого года. Севержилкомсервис запрашивает заявки от населения и организаций. Далее на основании общей сводной информации регулируют количество энергоресурсов по участкам. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Вступил в силу документ о сохранении до 2021 года неиспользованной в текущем году льготной дороги. Теперь жители региона, которые из-за пандемии коронавируса не воспользовались льготной дорогой в этом году, смогут автоматически использовать её в следующем. Подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Изменения по использованию льготной дороги внесены окружной администрацией в положение о компенсации расходов на оплату, стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Согласно документу, работники и неработающие члены их семей, имеющие право на льготную дорогу, но не воспользовавшиеся ею в 2020 году из-за ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса, могут реализовать это право в 2021 году. Компенсации, которые в этом году выдали, но ими не удалось воспользоваться, возвращаются работодателю в течение семи дней после возвращения из отпуска. Исключения составляют случаи, когда перевозчик продлил действия билетов на следующий год или не вернул за них деньги. Об этом необходимо уведомить работодателя заблаговременно. Впрочем, многие жители региона, которые планировали отдохнуть на большой земле, всё-таки осуществили своё желание. Ими были куплены туры в Абхазию и Турцию, страны, открытые этим летом для въезда россиян. Но самая жаркая пора сейчас на курортах в России. По количеству туристов рекорд побил город-курорт Сочи. У нас очень мало людей, кто сказал, что в этом году мы никуда не поедем и останемся дома. И это буквально единицы. Притом, это люди высокого возраста, которых мы можем понять, и можем понять их родственников, которые за них переживают. В основном все очень спокойно отнеслись к этой ситуации, которая происходит и в России, и в мире. Кто-то перенёс дату отпуска на следующий год, кто-то перенёс, например, Турцию на Россию, кто-то у нас сейчас, кто взял путёвки на август, на сентябрь, очень радостно собираются в свои путешествия. В принципе, да, очень всё спокойно. Но всё же есть жители региона, которые по тем или иным причинам перенесли свой долгожданный отпуск на следующий год. Прямо именно новых каких-то покупок на 2021 год у нас нет, но есть очень много переносов от тех туров, которые не состоялись в этом году. Именно вот на 2021 год мы очень надеемся, что ситуация наладится и туры действительно состоятся. Добавлю, согласно статье 325 Трудового кодекса Российской Федерации, жители Невицкого округа и других районов Крайнего Семера имеют право за счёт работодателя компенсировать свои расходы на проезд и провоз багажа до места отдыха и обратно в пределах России. Этот вид льгот доступен раз в два года. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. 5 августа во всём мире отмечают необычный праздник – Международный день светофора. В России впервые светофоры появились в Ленинграде в 1930 году, а в Нарьинмаре первый светофор был установлен лишь спустя 70 лет – в 2000 году на перекрёстке улиц Вучейского-Октябрьская. Красный стой, жёлтый готовся, зелёный иди. Этим правилом учат ещё в детском саду. И не зря. Светофоры помогают в организации дорожного движения и обеспечении безопасности водителей и пешеходов, сокращают количество дорожно-транспортных происшествий. На территории города Нарьинмар и посёлка Искатели на уличной дорожной сети расположены 34 светофорных объекта всего. То есть это светофоры типа Т1 с дополнительными секциями в виде зелёных стрелок, а также светофоры Т7, то есть транспортные светофоры. Также дополнительно для информирования пешеходов с ограниченными возможностями может оборудоваться светофора звуковым сигналом. В данном случае он также реализован. При поломке светофорный объект переходит в аварийный режим – мигающий жёлтый сигнал. В таком случае участники дорожного движения должны руководствоваться знаками приоритета. Также переход в жёлтый мигающий предусмотрен при снижении интенсивности движения транспортных средств. То есть у нас нет единого центра, который регулирует все светофорные объекты, и в каждой заложена программа, по которой она работает. Часы пик, допустим, данный светофорный объект, по наиболее загруженным направлениям движениям увеличивает длительность разрешающего сигнала светофора примерно в 2,5 раза. Для установки любого объекта на автомобильной дороге нужно провести определённую процедуру, внести изменения в проект организации дорожного движения, разработать схемы и только потом проводить работы. Так, например, для обеспечения безопасности детей и родителей в 2018 и 2019 году были установлены светофорные объекты. На содержание в МБУ Чистый город 10 светофорных объектов установлены светофоры типа Т7 для обозначения именно пешеходных переходов в районе образовательных учреждений. Данные светофоры не требуют программирования. Их можно установить, зная основы электрики. Исправность светофорных объектов проверяется ежедневно с помощью мониторинга. От какой энергии они работают? От солнечных батарей, от аккумулятора и в том числе на некоторых объектах подключено внешнее питание. Но у нас, поскольку они подключены к уличному освещению, то работают, естественно, в темное время суток только. День светофора – это повод напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения. За проезд на запрещающий сигнал предусмотрено административное наказание в размере тысячи рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до пяти тысяч. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.